Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Предлагаю вашему вниманию статью под названием «Фудзал». Статья написана в понедельник, 25 марта 2024 года, и так начинаю. А начинаю я со следующего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Беру ученики футболистов и тренеров в формате онлайн-обучения. Также буду признателен, если станете спонсором канала или просто поддержите канал в меру своих возможностей. Кнопка спонсорства или номера карточек под каждым видео. А теперь по теме. Прежде чем раскрывать запланированную тему, хочу сделать небольшое объявление. Дело в том, что я принял решение открыть украиноязычный блог и украиноязычный ютуб-канал, что и сделал пару дней тому назад. Ссылки на эти ресурсы теперь будут под каждым видео. Так что приглашаю всех украиноязычных любителей футбола и профессионалов на страницы открытых ресурсов. Возвращаясь к теме ролика. Меня попросили высказаться на тему футзала. Не помню кто. Пусть он меня простит. Кажется, если мне не изменяет память, где-то пару месяцев назад мне даже пеняли за то, что я долго не выкладываю эту тему. Тут я могу сказать то, что говорю всегда. Очередь, она и в Африке очередь. И я не вижу причин, чьи-то просьбы выкладывать без очереди. Если кто-то очень хочет раскрытие какой-то тему сразу и сейчас, то стимулируйте. Я не буду возражать материальной поддержке. Тот, кто профинансирует экспресс раскрытие темы, получит желаемое в течение суток в частном порядке. Файл будет передан по почте, ватсапу, телеграмму или еще как-нибудь. Для остальных же эта тема будет раскрыта в порядке очереди. Итак, скажу несколько слов о мини-футболе или футзале. Ваш покорный слуга. Выходец из футбола малых площадок. Я никогда профессионально не играл в футзале, но характер игры на малых площадках мне прекрасно известен. Начну с арифметики. Давайте подсчитаем удельную плотность игроков в футзале и сравним полученную удельную плотность с удельной плотностью игроков в большом футболе. Итак, начнем. Во-первых, узнаем площадь футзальной площадки, умножаем 25 на 42 и получим 1050 квадратных метров. Теперь делим эту площадь на количество игроков в футзале и получим желанный результат. 1050 делим на 10 и получаем 105 квадратных метров на одного игрока. Далее. Проведем аналогичное вычисление, касающееся большого футбола. 60 метров – это средняя ширина поля. Умножаем на 110 метров – это средняя длина поля. Получается 6600 метров квадратных. Делим на 22 и получаем 300, ровно 300 квадратных метров. Ощущаете разницу между 105 и 300 метрами квадратными? Вот почему, когда я, будучи 12-летним пацаном, первый раз вышел в жизни своей на большое поле, то чуть не заснул от черепашьего темпа игры. Футзал – это высшая футбольная каста. Это элита футбола, игра избранных. Выведи чемпионов мира в формате большого футбола и футзальных чемпионов на футзальную площадку и предложи сыграть по правилам футзала, то результат будет очевиден. Футзальные игроки порвут полноформатников, как тузик тряпку. Уверен, что в зеркальной ситуации, если быть честным, то игроков футзала на большом поле у этих игроков также будет немного шансов противостоять полноформатникам. Но уверен в том, что преимущество последних на большой поляне уже не будет таким ошеломляющим, как в первом варианте. И это все только лишь по одной причине. Игроки футзала мыслят быстрее, лучше играют в одно касание и намного лучше бьют поворотом без обработки мяча. Теперь два слова о травматизме. Если в футзале плотность игроков в три раза выше, то логика подсказывает о пропорциональности травматизма в этих двух видах футбола. Другими словами, чем больше столкновений, тем выше уровень травматизма. Но в реальности дела обстоят по-другому. За счет быстроты мышления, игры в одно касание, количество столкновений существенно ниже, нежели это может показаться. В футзале я имею ввиду. К тому же специфика футзальной обуви способствует минимизации травматизма. Теперь несколько слов о размере ворот в футзале. Я не буду рассуждать на эту тему. Можно было бы часами ее мусолить, рассуждая правильно или ошибочно, утвердили размеры ворот для такой площадки и для такого количества игроков. Я отталкиваюсь от факта, который не намерен подвергать сомнению. Итак, мы имеем дело в футзале, где площадь ворот равна 6 квадратным метрам. Если умножите высоту ворот 2 метра на длину в 3 метра, то получите именно эту цифру. Давайте для сравнения вычислим площадь ворот в большом футболе. 7,32 умножаем на 2,44 и получаем 17,86 квадратных метров. Или округленно 18 квадратных метров. Итак, что мы получили? А получили мы трехкратную разницу в величине футбольной рамки. Могу и ошибиться, но 80% ударов в большом футболе исполняются на расстоянии до 20 метров. А что в футзале? А в футзале 95% ударов исполняются с чужой половины поля. Получается, дистанционность ударных сегментов пересекается в этих двух видах футбола на 90%. Тогда возникает вопрос, почему в большом футболе такие огромные ворота, а в футзале такие маленькие? Это риторический вопрос. В нейросети говорят, что средняя матчевая результативность в футзале это 6-7 мячей. А в большом футболе 2,77. Другими словами, результативность в футзале выше как минимум в два раза, нежели в большом футболе. Странно. Ворота в три раза меньше, а результативность в два раза выше. Как видите, причин много, чтобы почесать тыковку. А теперь прикол. Буфон, один из лучших вратарей всех времен, недавно заявил, что вратарям стало тесно в воротах, мол, их нужно увеличить. Я не ожидал от него такого шедеврального заявления. Но это отдельный разговор, которому я уже посвятил специальный ролик. В чем же специфика футзальной игры? Попробую подытожить высказанные мысли и озвучить новое, если в этом будет потребность. Итак, первое. Футзал априори более сложная игра, так как плотность игроков в три раза выше, нежели в стандартном футболе. Второе. Футзал быстрее мыслит, нежели полноформатный футбол, все по той же причине, большой плотности игроков. Третье. Футзальные игроки намного чаще поднимают голову, сканируя ситуацию на площадке, в отличие от полноформатников, поднятие головы которых уже является признаком высокого профессионализма. Четвертое. Взаимодействие у футзальщиков также намного круче, иначе мяч будет теряться каждые пять секунд. Пятое. Работоспособность футзальщиков намного выше полноформатников. По причине необходимости постоянно выискивать свободные зоны для предложения себя партнеру с мячом. И если этого не делать, то вероятность потери мяча командой увеличивается в разы. Шестое. С ударами у футзальщиков дела обстоят также намного круче, так как у них нет времени сопли жевать, обрабатывая мяч и только лишь потом пробивая поворотом. Футзальщики, как правило, бьют без обработки мяча. Седьмое. Игровая дисциплина, чувство локти, взаимовыручка у игроков футзала, как и многое другое, также находится на более высоком уровне, нежели у игроков большого футбола. Я тезисно высказал свое отношение к футзалу, из которого понятно, как к нему отношусь. Растекаться мыслями по древу не считаю нужным. Делая тезисно популярно сравнение двух видов футбола, не могу не сказать два слова о пляжном футболе. Его я вынес за скобки ввиду его непредсказуемости, которая заключается в том, что игровая поверхность площадки в плане опоры футболистов на нее и в плане постоянно изменяющейся геометрии поверхности нельзя назвать статической, а следовательно предсказуемой. Пляжный футбол, при всем моем бесконечном уважении к любителям и профессионалам этого вида спорта, довольно специфичен. Ведь в футбол можно играть не только на песке, но и на камнях, на снегу и даже на воде. Как на воде, спросите вы? Да очень просто. Площадка наполняется водой, скажем, на глубину 10 сантиметров. И вуаля, площадка для игры готова. Только здесь есть маленький нюанс. Температура воды должна быть не менее 30 градусов, иначе могут возникнуть проблемы с воспалительными процессами в ногах. Также необходимо будет сделать небольшое экранирование площадки, а зрителей в плане брызг. Футболистам в этом варианте обуви уже не нужна, они будут играть босиком. Дарю идею. Кто знает, возможно, она принесет кому-то большие деньги и статус родоначальника нового вида футбола. А на этом все. Если кто-то ожидал от меня услышать нюансы игры футзала, то в мои планы это не входило. Я поставил перед собой задачу показать место футзала в иерархии самых популярных видов футбола. Что я и сделал. Если ко мне будут вопросы, я всегда на связи. У меня все. Пока. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и неожиданного.